Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука. 23 октября специально выписала все интересные темы, которые обещала вам рассказать. И самая первая, самая-самая интересная тема для меня, я знаю, что многие ждут рассказа этого, это о выращивании рассады на продажу. То есть о выращивании огромного количества, несколько тысяч, чтобы корней, и без теплицы. Это вот в тоннелях. Я уже говорила, что я много лет занималась этим, сейчас я уже не выращиваю, ну потому что, во-первых, нет помощников таких, кто бы хотя бы таскать мне помогал лотки, а во-вторых, уже возраст. Но если вы молоды, здоровы, и если вам нужно, хотите заработать, хотите что-то поиметь с огорода, со своего участка, то я сейчас всю эту процедуру расскажу. И мне удобно это делать, потому что у меня наработано очень много материала. Во-первых, видеосъемки. Во-вторых, вот этот многолетний опыт, в результате которого я отсортировала все сорта, которые пригодны. Я могу объяснить, почему именно они, как высчитывать дату. Вот смотрите, с сегодняшнего дня я вот подняла с архива все эти видео, потому что я говорю, что я уже два года ничем этим не выращиваю, но они актуальности не теряют. Все равно, что я два года назад это сказала, что вот сегодня могу сказать, все данные те же самые. Я сейчас выложу на своем канале все эти видео. Будет первое, заготовка семян, потому что для этого нужно много семян. Если вы будете покупать их, это будет не очень выгодно. Купить можно только первый год, потом у вас должны быть свои семена. Иначе, но рентабельность будет низкая. Заготовка семян, потом выбор сортов, сам посев, потому что при массовом выращивании рассады посев должен быть обязательно загущенный, иначе у вас вот в ранний весенний период они никуда у вас не войдут. Это потом они по огороду расползутся по тоннелям, а первое время они же у вас дома будут. Потом выбор места под тоннели. Потом выбор места, выбор даты, выбор укрывных материалов. Обязательно закаливание, как я провожу. Схемы посадки какие, чтобы ни больше, ни меньше не делать, объясню почему. Потом подготовка грядки. Вот у меня, короче, более 15 видеороликов, и этот наработанный видеоматериал я считаю бесценным, потому что я вот все это делала методом проб и ошибок. Поэтому у меня один год, ну одно что-то было, какая-то неприятность, другой год, другое. Потом я уже отработала так, что все работало как часы. Но дело в том, что с годами, пока ты нарабатываешь, и пока ты добьешься вот этого стопроцентного результата идеального, уже наступает такой возраст, что ты уже по состоянию здоровья этим заниматься не можешь. Надо было начать раньше или укоротить вот этот срок обучения. Поэтому я хочу всем, кто хочет освоить этот метод, кто хочет немножко как получить хотя бы единовременный какой-то доход с огорода, вот от продажи рассады, Я все это расскажу, потому что мне и в Одноклассники приходят просьбы повторные, еще раз объясните, еще раз покажите. Просят вплоть до того, что рассказать, как вот найти эти каналы сбыта, как я начинала, я это тоже все расскажу. Все, вот значит у нас вот этот обучающий курс с сегодняшнего дня, ну или с завтрашнего, когда успею видео выложить, начнется. Выращиваем рассаду на продажу. Эти видеоролики, они будут более похожи на триллер, и кто первый раз посмотрит, он может испугаться, потому что высаживаю в апреле очень рано, потом там 2-1 градус, земля, вот так ткнешь, там еще мерзлая, потом их засыпает снегом, вот такой слой снега, мы счищаем этот снег, вот там увидите ролик, как мы с Мариком бабу снежную рядом лепим, а внутри сидят живые томатики и молятся Богу, чтобы не замерзнуть. Но обычно с этой рассады, которая вот проходит все эти испытания, получаются самые закаленные, самые выносливые, самые крепкие томаты, именно с них берите семена на следующий год, и в конце концов они у вас будут неубиваемые. Все, до свидания.